здравствуйте в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут и сегодня у нас в гостях соня одина здравствуйте соня привет я если честно не знаю даже как вас представить танцовщица модельер дизайнер руководитель насколько я знаю нескольких танцевальных коллективов пока пяти пяти уже пяти вот так вот если можно расскажите нашим зрителям как началась ваша бурная творческая карьера спонтанно но изначально мне как бы нравилось все я вообще человек такой увлекающийся всем подряд вот ну пробовал я многое рисование музыка песни я пела в группах альтернативных вот но как бы пришла к выводу к такому что танец это мое то есть как бы это то что помогает мне жить помогает мне не знаю делать все остальное поэтому танцы я я так думаю это основное вот три три года как уже студии нашей танцевальный вот поэтому я думаю как-то развиваться пока только в этом направлении в принципе я так думаю что я к этому ушла очень долго я занимаюсь я наверное лет десять уже руковожу ну тоже около того поэтому принципе среди всего от того что что я делала это такое самое мое любимое жизни ну танцы они бывают разные какой стиль ваш стрит-шоу уличный хип-хоп леди стайл то есть у меня есть коллективы и такого направления такого но основное это да это стрит принципе хип-хоп самое такое любимое леди стайл гоу-гоу то есть но в принципе это все можно объединить под одним таким стилем стрит-шоу уличный стиль вот а вы где-то этому обучались или по сути сами все осваивали сначала я пыталась искать в городе то что будет мне как бы нравится удовлетворять меня я перепробовала наверное школ 5 может быть чуть больше искал что-то свое такое вот именно направление современного что-то такое вот но через какое-то время я просто поняла что такого у нас нет то есть у нас есть все вот это вот старая школа типа там балет называют это все конечно по-разному народный то есть в принципе это все то тоже круто но как бы это не мое я искала где себе вообще показать чтобы нравится мне что как бы будет вообще меня увлекать с головой и решил то что нужно это сделать самой потому что такого у нас не было и вот в принципе то вот с этого и началось то есть я ну изначально конечно я смотрел там всякие клипы как как люди двигаются как это делают какие-то известные звезды там то есть вот это все вот потом как прошло время я начала этому учиться изначально это был какие-то видео интернет то есть и все такое потом через какое-то время я уже сделала свою школу давалось мне все просто легко то есть это мне нравилось поэтому я сделала какой-то свой стиль на на базе того что я где-то видела где-то слышала где-то узнала лагеря то есть все это вместе дало какой-то плод и создала свою школу мало того что вы создали свою школу так еще и проводите достаточно такие яркие танцевальные мероприятия да вот одно из них совсем недавно у нас в городе прошло фрикбал если можно расскажите в который раз он уже проходит и чем отличается от других танцевальных конкурсов ну фрикбал в этом году уже три года вот мы делаем его рдм резинский дворец молодежи изначально планировал сделать сделать это сделать это отчетником как и в любой студии показать что что мы делаем как и как мы делаем изначально это планировал сделать для мам пап там друзей знакомых вот но потом мне пришла в голову здесь сделать это более масштабно то есть как показать все аспекты стороны вот этой жизни культуры поэтому как бы с на на данный момент число зрителей у нас где-то порядка 500 человек а то и больше с каждым годом людей все ну как бы и больше и и в то же время у нас мероприятия этого года длилось порядка трех наверное часов с перерывом то есть как бы кроме 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 того что мы показываем танец постановки номера там мамам папам знакомым друзьям мы делаем еще шоу в плане одежды в фэшн показ потом мы делаем интерактив в перерыве перед шоу показываем визаж образ прически аквагрим фотосессии то есть все все в куче делает как бы свое дело то есть мы показываем в целом культуру нашу наши образы костюмы то есть то то как мы вообще это делаем и так далее то есть в принципе это стало достаточно популярным городе все говорят промоу бал бал скоро бал вот то есть принципе то ну и изначально да была идея сделать просто концерт студии но сейчас это целое шоу мероприятие которого ждут это вообще здорово и очень приятно скажи а принимают участие только твои коллективы или в принципе любой желающий может стать участникам фэшн-шоу либо например попасть в команду то есть в принципе он может быть зрителем участником может быть и на сцене и смотреть все шоу и показывать его то есть вот например визаж прически мы делаем всем кто хочет то есть они приходят там говорят я я я хочу визаж я хочу прическу и люди из нашей компании все это организую то есть нас принципе есть специальные гости и партнеры которые делают с нами это шоу и плюс на наши ученики у нас есть люди которые и поют и делают там прически визаж и участвуют там в пяти коллективах там еще что то есть принципе у нас люди такие достаточно деловые разносторонние поэтому все вместе это вообще здорово ну а танцуют только твои коллективы танцуют мои команды но у нас есть еще школы у нас есть еще новички направление у нас есть дети от пяти лет то есть принципе любой может там до до балла прийти к нам и после балла то есть принципе таких вот ограничений что мы там берем вот этих вот этих вот этих а вот этих нет у нас такого нет в принципе на наши двери открыто для всех вы сказали что у вас пять коллективов на данный момент вы сами обучаете танцу правильно то есть в лица то ваш коллектив можно то есть вы берете учеников вот я если захочу научиться танцевать можно еще к вам прийти ну да или какие то есть ограничения возрастные может быть у нас в принципе есть деление на группы по возрасту и допустим на команды то что есть какой-то средний уровень и есть уровень допустим профкоманды есть там новички то есть принципе деление есть но и если есть какое-то желание есть человек хочет то я не остановить как и меня поэтому в таком случае то есть человек тому может позвонить мне либо сделать запись там через контакт через интернет вот и уже там и если желание есть если есть какой-то вот именно не знаю какая-то искра в человек то есть если он хочет то уже через короткое время он сможет выйти на сцену показать себя свой свой дар вот то мероприятие которое прошло оно называется фрик бал да вас в городе многие знают опять же как sony freak да объясните ну все это такая история длинная изначально у нас ну сейчас как бы люди видят такую молодежь там с косыми дредами и все такое то есть каких там штанах в пачках и так далее сейчас сейчас это все стильно модно и так далее я училась в школе я такая была одна просто школе и все такие ой там это соня это соня какая-то фрик там и так далее то есть этот ник у меня еще пошел не знаю с какого класса с 6 не знаю там с 9 уже не помню вот но как-то так привязалось все и люди стали там называть меня фрик но мне как-то изначально я думала как это все странно и все такое потом я думаю а почему бы нет то есть меня это отличает от от всех остальных и опять же пиар поэтому почему бы нет то есть фрик означает яркая ну отличный от личной массы вот так скажем ну что ж мы вам желаем оставаться такой же яркой не похожей на других спасибо большое спасибо что сегодня к нам пришли ну а на этом наша программа подходит концу мы желаем вам всего самого доброго до встречи в новых выпусках